Имеет название телеканал «Надия». На этом телеканале я являюсь ведущим программы «Помолитесь за меня». На этой программе я много молюсь, за людей идут звонки, прямой эфир, и люди просят, чтобы я молился и моя ведущая молились за их нужды. Но также мы приглашаем гостей, которые рассказывают живые истории с Богом. И вот это, наверное, одна из самых интересных частей, потому что они не просто молятся, но они рассказывают, как Бог отвечает на молитвы. Вот я сейчас хочу вспомнить историю, которую мне недавно приходили у нас же гости, они недавно рассказывали. Сейчас очень много у нас гостей, которые рассказывают опыты войны. В принципе, мы такие ожидали, потому что во время войны очень много людей именно больше молятся и больше имеют отношений с Господом и видят, как Бог отвечает на молитву. Они жили под Бучей, возле Гастомеля. Русские войска к ним зашли уже на следующий день, 25 числа. Они, говорит, в ихнем селе у них крайняя улица, и поэтому крайняя улица и лес, и уже в лесу русские вырыли окопы, и там они уже просто у них были постоянно. Они не могли выйти из дома, к ним постоянно приходили и угрожали. Они боялись, что они смогут, как они смогут жить, у них заканчивалась еда, нельзя было выйти за водой. Там очень много таких интересных моментов, которые у них были, просто не хочу занимать времени. Один опыт, который мне запомнился, вернее, два. К определенному через две недели они поняли, что уже плохо, что им нужно уезжать. Им русские запрещали выезжать. Они ночью открыли гараж, посадили туда машину, в машину посадили собак, у них были собаки, три собаки и две кошки. И выталкивали машину, чтобы она не завелась, выталкивали машину ночью, чтобы их не заметили, и таким образом они вытолкали за край улицы, завелись и поехали. Ехали они там, несколько колонн, была колонна, несколько машин было. На одном блокпосту их остановили, долго искали, что-то документы пропустили. На другом блокпосту еще были какие-то сложности, а на третьем они остановились и их вообще не пускают. Они видели разбитые машины, которые были, видели разбитые машины. И вот они стоят на последнем блокпосту, они рассказывают, и вот есть у них ощущение, что их не пропустят. Что вот все, вот они не смогут выехать, что они вот здесь застрянут, и уже это будет все очень плохо. Они молятся, говорит, муж включает газ и начинает ехать. По ним стреляют. Они прорываются через блокпост, чтобы прорваться на нашу сторону. По ним стреляют. Они слышат, как машина попадает, пуля попадает где-то вот вниз вот у них. Когда они доезжают, доезжают до нашего блокпоста, они, конечно, трусит их, они увидели желто-блокитный флаг, они там плачут, радуются. И наш военный обратил внимание, говорит, как вы доехали? Когда они начинают обходить машину и смотреть, оказывается, в их заднем колесе оно пробито, пуля попала в заднее колесо и застряла. То есть, понимаете, когда пуля попадает, что должно быть? Она проходит, колесо сдувается, и ехать намного, ну, вообще невозможно, это сложно ехать. Тем более, когда им нужно было прорываться через блокпост. А здесь произошло такое чудо, когда пуля попала, и она не вылетела насквозь, она попала, и она застряла, как бы закапсулировалась. И вот на таком вот колесе закапсулированном, они уже доехали до нашего блокпоста, и там уже позже случилось то, что должно было случиться, когда колесо сдулось. Наша программа называется «Чудеса Иисуса». Христос вчера и сегодня, и вовеки тот же. Так говорит Священное Писание. Еще одну историю, когда они рассказали, что когда начали бомбить русских, загорелся лес. И, говорит, мы услышали, что лес загорелся, а наш дом и наша улица, говорит, была под, возле леса, и мы слышали, соседи говорили, что там сгорела вся улица, и ваш дом сгорел, потому что все, вот пламя пошло, с леса перешло пламя на дом. Но это были верующие люди, они молились. Они молились, просили у Бога, чтобы Бог защищал их. Говорит, когда мы приехали уже, когда русских выгнали, и мы приехали через какое-то время, приехали к себе домой, ну, мы ожидали увидеть пепелище. И мы увидели пепелище. Лес сгорел, улица вся сгорела. Посреди сгоревшей улицы стоит один дом. Угадайте, чей? Говорит, огонь квадратом вот так прошел, все сгорело, наш дом стоит целый. Еще раз хочу сказать слова, которые записаны в Евангелии. Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. О Христе, о котором мы с вами говорили на прошлой неделе, говорили, Христос воскрес, воистину воскрес, апостол Павел говорит, друзья, он воскрес, а значит, он живой. А если он живой, то он готов отвечать и помогать тем, кто приходит к нему. Чудеса Иисуса, наша программа так называется. Я решил с вами поделиться некоторыми евангельскими историями. Вот у меня Библия. Я ее открыл на Евангелии от Марка. У многих у вас есть Библия. А если нет Библии, наверное, есть Новый Завет. Это Евангелие. Евангелие от Марка. Начинается история того, что все люди ждут, когда же придет избавление. Люди устали от оккупации. Их оккупировали римские войска. Евреи переживали, что они находятся уже 70 лет в оккупации. Не ждали, когда же придет избавитель. И вот на арене появляется Христос. Христос принимает крещение. Уходит в пустыню. В пустыне пребывает 40 дней. Из пустыни выходит, победив искушение сатаны, приходит к людям и провозглашает важную весть. В Евангелии он говорит такие прекрасные слова. «Ныне приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Тревога, да? Небольшая тревога. Давайте мы вместим. У нас, когда тревога в время богослужения, мы молимся, чтобы Бог нас сохранял. Давайте мы поднимемся и помолимся. Господь наш и Бог, мы сегодня слышали истории, когда Ты делал чудеса и защищал Божий народ. Когда все могло сгореть, но остаться дома тех, кто верен Тебе. Когда пули пробивали колеса, но эти колеса оставались целые, когда народ верил в Тебя. И сегодня, сейчас звучит тревога. Мы не знаем, что происходит. Или взлетели, или это самолеты, или это ракеты. Но мы просим, чтобы Ты сохранил нас здесь, на этом месте. Это Твой дом Божий. Это Твой храм. Поэтому просим Божий, чтобы Ты сохранил, нарвал нам спокойствие и мир. И также просим, чтобы Ты сохранил наших родных и близких, которые остались дома. Сохрани, Господь, их дома. Будь с ними, Господи. Во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь. Садитесь. Не забывайте всегда молиться, когда страшно. Бог нас всегда оберегает и защищает. Вот хочу вам рассказать одну историю. Историю чуда. Христос пришел в церковь. Написано в Евангелии. Открываю Евангелие и читаю. Иисус приходит к Капернаму в субботу. Капернаму – это город в Галилее. Северная область Израиля, плодородная. И Капернаум называли часто городом Иисуса Христа. Хотя он был родом из города Назарет, но в Назарете Иисуса не очень любили. И Христос своей штаб-квартирой избрал город Капернаум. Он был на торговых путях, он был на берегу Галилейского моря, и поэтому это было его любимое место. И вот Христос приходит к Капернаму, свой любимый город, и наступает суббота. Суббота – это время, когда божьи люди, верующие люди идут в церковь. Христос идет в субботу в церковь. Мы по субботам также собираемся здесь в 10 часов и изучаем Священное Писание, и Христос приходит в церковь. Когда мы приходим в церковь, мы ожидаем увидеть здесь каких людей? Очень добрых. Святых, чистых-чистых и непорочных. Не знаю, как вам, но когда я пришел в первую церковь, я ожидал, что здесь будут идеальные люди. Ведь они же какие? Они же верующие. Идеальные люди. Но знаете, я разочаровался, потому что нет идеальных людей даже среди верующих. Церковь я как пастор сравниваю с больницей. В больницу кто приходит? Те люди, которым плохо. Поэтому в церковь приходят люди, которые ищут исцеление. Поэтому часто церковь – это больше как больница, где люди лечатся. И поэтому ожидать от людей, находящихся в больнице, чтобы они были сразу, мгновенно здоровы, очень сложно. Поэтому Иисус приходит в синагогу, приходит в церковь. И тут он слышит, как во время богослужения один человек встает и начинает кричать. Читаем. В синагоге был человек, одержимый духом нечистым. И он вскричал, начал кричать. Посмотрите, такая у нас тишина, все хорошо. Но представьте, что кто-то вдруг начинает вставать и начинает кричать, и кричать, и кричать. Что это такое одержимость? Человек был одержимый. Он пришел в церковь, но он был одержимый. Что Библия говорит об одержимости? Что это за люди? Откуда приходит одержимость? Что мы знаем об этом? Вщенное Писание нам говорит о том, что есть сатана. Слышали о сатане? Сатана – это не страшный нарисованный зверь с рогами и с хвостом. Это прекрасный ангел, который когда-то был создан Богом, на который решил, что он с Богом не хочет иметь ничего общего. Он сам будет Богом. И этот ангел, которого Библия называет Люцифер, подбил еще одну треть ангелов. Треть всех ангелов, которые создал Господь. Этот Люцифер, этот Херувим, его еще так Библия называла, подбил к тому, чтобы они не перестали слушать Бога. И сказали, нам Бог не нужен, мы можем жить сами по себе. И вот мы видим, что на небе произошло большое столкновение, когда ангелы Иисуса и ангелы Люцифера столкнулись между собой, и Господь сбросил их с небес, сбросил их на землю, потому что здесь на земле их уже ждали. Адам и Ева также решили, что они не будут слушаться Господа, а будут идти за этим Люцифером. Он тогда представился, как прекрасный змей в Эдемском саду возле дерева добра и зла. Вот что происходит. Когда люди перестают слушать Бога, они начинают слушать сатану. И сатана начинает влиять на их мысли и на их сердце. На первого сына Адама повлиял сатана. Он, по сути, сделал его одержимым, когда в его сердце родилось желание убить своего брата. Скажите, за что он должен был убить своего брата? Может быть, тот украл у него деньги, забрал жену, отобрал у него машину. Да нет! Тот положил жертву для Господа и огненка, и Бог эту жертву принял. А жертву Каина Бог не принял. И вот из-за этого Каин просто был весь захвачен яростью и гневом и хотел убить брата. Бог пытался его остановить, но Каин никого не слушал. Он был полностью одержим желанием зла. Вот Священное Писание рассказывает, что любой человек может попасть под влияние злых духов. Эти ангелы, которые перешли на сторону Лицефера, они стали демонами. И они могут поселиться в сердце людей. Злость, жадность, похотливость, несдержанность, агрессия. Все это происходит, когда люди становятся одержимыми. Они не могут себя контролировать, они могут что-то кричать, они могут как-то себя ввести неадекватно, они могут иногда быть спокойными и тихими и ходить в церковь, как этот человек, но могут иногда проявлять огромную агрессию, огромную силу. И вот этот человек встал и стал что-то кричать. Священное Писание рассказывает, что если люди не живут с Богом, и их сердце пустое, то в это пустое сердце может зайти злой дух. Библия рассказывает несколько историй о том, как люди получают злого духа. Первый важный момент, когда мы можем получить этого духа, когда мы знаем, что нельзя этого делать, знаем, что есть добро и что есть зло и сознательно, усердно делаем зло. Тогда злой дух поселяется в сердце и живет в нас. Другой момент, когда злой дух может войти в наше сердце, когда мы заиграем силами зла. Через гадание, через магию, через встречу с потусторонним миром мы разрешаем как бы войти злым силам в сердце человека и полностью овладеть им. Жизнь человека тогда полностью контролируется этими злыми духами и они делают ужасные вещи для семьи, для родных и близких. Многие насилия, убийства, которые совершались, совершались под влиянием именно сил зла. И вот мы видим, что стоит этот человек и что-то кричит. Все были в шоке, все ожидали, что этот человек что-то будет ругаться, наверное, матюкаться, что-то ужасное. А вдруг он стал говорить какие-то невероятные слова. «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин. Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты святой». В этот момент не говорил этот человек, а говорил в нем бес. Этот бес когда-то был ангелом, был духом. Когда-то на небесах он встретил Иисуса и знает, кто он был, этот Иисус. Присутствие Иисуса подавляюще влияло на этого человека и на этого духа. Ему было плохо. Не мучай нас. Присутствие Христа оказывало на него угнетающее влияние. Там, где присутствует Христос, зло начинает умирать, погибать. Бог пришел не погубить этого человека, он пришел освободить его от этого духа. У меня были несколько случаев изгнания бесов. В этих случаях, когда ты начинаешь молиться над человеком, у которого злой дух, дух не хочет уходить. Дух говорит, я не хочу уходить, не мучайте меня, мне хорошо здесь, не надо надо мной молиться, не надо меня освобождать, мне здесь хорошо. Когда мы начинали молиться и просить Иисуса, чтобы он коснулся этого человека и кровью своей освободил его от этой зависимости, дух кричал, извивался. И этот человек, который был одержим, вел себя просто неадекватно. Но потом, когда дух уходил, человеку возвращался разум, и человек говорил, неужели я мог говорить все эти слова? Неужели это было со мной? Силы зла не могут быть перед Иисусом, потому что Иисус это Господь и Бог. Как этот демон называет Христа? Кто он такой? Он говорит, мы знаем, кто ты, ты святой Божий. Кто такой Иисус? Это не просто человек, это не просто младенец, который родился когда-то давно, 2000 лет назад, для того, чтобы потом мы с вами праздновали Рождество и праздновали Пасху. Нет. Иисус сказан, демон говорит, я знаю, кто ты. Ты святой. В Библии святым называют только Бога. Единый святой во вселенной, не имеющий зла и греха, это Бог. И поэтому Иисус, который был там на небесах, когда Люцифер поднял свое восстание, Иисус святой там на небесах, который сбросил Люцифера с неба, пришел теперь на эту землю, где Люцифер просто купается в зле, в войнах, страданиях. Он пришел сюда, чтобы и здесь положить конец Люциферу. Не мучай меня, он просит. Не мучай меня, потому что он знает, что когда Христос положит всему конец, то все демоны, все бесы и вместе сатана с ними погибнут от присутствия Иисуса. Итак, важный для нас вопрос, кто для нас Иисус? Иисус – это тот, кто святой. Иисус – это тот, кто может прийти, когда нам плохо. Иисус – это тот, который может даже понимать, что я могу говорить одно, а в душе я желаю другого, потому что этот человек, который вышел и кричал, что-то кричал против Христа. На самом деле, внутри он хотел, чтобы Христос услышал и спас его. Дорогие друзья, возможно, вы даже боитесь признаться себе, но внутри Дух Божий говорит вам, вам нужен Иисус, чтобы Он пришел к вам, святой, и спас вас. спас от тех тревог, которые есть в вашем сердце, спас от тех переживаний, которые вас мучают. Возможно, от раздражения, желчи, которая, возможно, у кого-то есть и брыжет. Вы сами не можете сами себя освободить. Вы не можете. Оно как-то само собой прорывается. Внуки не хотят с вами часто общаться, потому что вы взрываетесь от гнева. Дети где-то сторонятся и только звонят по телефону на стороне, потому что вы себя не можете контролировать иногда. Я не говорю, что это одержимость, но злоба, которая наполняет наше сердце и боль, мы не можем сами избавиться. Мы не можем. Нам может в этом помочь только Иисус. Приди ко мне, Иисус. Приди ко мне. Приди к нам. Сюда вот в церковь. Зайди сюда, Христос. Для чего нам нужен Иисус? Чтобы мы не только вспоминали о Нем на Рождество или на Пасху, а чтобы Он был у нас здесь, с нами, всегда. Где присутствует Иисус, зло начинает уходить. И где нет у Иисуса, зло начинает доминировать. Но Иисус запретил ему и говорит ему замолчи и выйди. Христос выше дьявола. Христос выше демонов. Христос больше всего зла. Христос тот, кто может уничтожить это зло, потому что Он святой. Где присутствует святой, там не будет больше зла. В этой истории, самой первой истории чудес в Евангелии, Иисус показывает, что случится, когда Он вернется на эту землю. не будет зла. Он запретит сатане и демонам что-то говорить. Он уничтожит сатану и демонов и не будет больше зла. И будет спокойствие, и будет мир. Это будет самое большое чудо, которое даст нам Господь. жизнь без зла и страданий. Тогда Дух нечистый сотряс Его и, вскричав громким голосом, вышел из Него. Библия рассказывает много историй, когда Христос освобождал людей от поддержимости, у них как будто заново открывались глаза. Они как будто по-другому начинали смотреть на мир. Посмотреть на мир глазами Бога. Я вижу людей, у которых есть беда, и я могу чем-то помочь. Я смотрю глазами Бога на людей, и я понимаю, что я могу им сказать какое-то доброе слово, чем-то их поддержать. Вот так меняется человек, к которому прикоснулся Иисус и изменил их сердце. Что сделал самое лучшее этот человек? Он не успел попросить Господи, спаси меня. Он не успел сказать Господи, помоги мне. Он не мог этого сказать, потому что его сдерживало, зло сдерживало. Но что он мог сделать? Он смог встать. Единственное действие, которое он смог сделать, он смог встать, чтобы Бог на него обратил внимание. Я встал. Да, потом говорили демоны, но я встал, и Бог меня увидел, Иисус увидел, что я нуждаюсь в нем. Он мог со своей злостью пересидеть, уйти потом, но он встал. Это было его решение воли. Я хочу измениться, я хочу быть другим. Я встал. Видите, Иисус ему не сказал, стань добрым, стань хорошим, перестань ругаться, веди себя хорошо. Христос ничего ему этого не сказал. Он просто оценил, что он встал и сказал, Господи, я хочу каких-то перемен. Сделай эти перемены в моей жизни. Я бы хотел, чтобы наши истории не закончились только в конце подарком с вермишелью, маслом или еще чем-то. Я хочу, чтобы в конце всех наших историй вы увидели живого Иисуса, в Которого верю я. Верят люди, которые сюда приходят по субботам. Они верят, что Иисус живой. Все чудеса, которые мы рассказывали, я вам рассказывал в начале, они говорят о том, что Иисус живой. И поэтому, если у вас даже нет сил обратиться к Нему, вам плохо, просто встаньте, придите сюда. Я буду за вас молиться. я буду просить, что Бог помог вам, но Бог обязательно услышит и прикоснется к вам. В конце нашей темы я хочу за вас помолиться. Прежде чем мы будем молиться, я бы хотел, чтобы Ира спела еще одну песню. Я думаю, что эта песня, она поможет и нашему сердцу. Вот внутри, что у вас происходит? Внутри скажите Господу, я встану, увидь меня, посмотри на меня, Господи, посмотри, что мне плохо, я нуждаюсь в Тебе, я встаю, Господи, я хочу быть с Тобой, увидь меня, обрати на меня внимание. Ты поспеши к Нему, Когда на сердце грусть, Он всю печаль твою развеет вновь, и пусть шумят вокруг ветра, метут снега в ночи, Бог здесь, Он здесь, лишь только позови сердце, ты увидишь, Он рядом есть голос, Бога слышишь, вслышал, ты небес, знай, Он видит, все знай, Он слышит, все знай, Он может все, ты поспеши к Нему, вмиг счастья, светлых дней, воздай хвалу свою, и радость всю и злей, Он слов твоих не ждет, ты сердцем поклонись, Бог здесь, Он здесь, Ему в тиши молись, сердцем ты увидишь, Он рядом есть голос, Бога слышишь, высоты небес, знай, Он видит, все знай, Он слышит, все знай, Он может все, ты поспеши к Нему, ведь Он спешит к тебе во сне и наяву, с тобою Он везде, и пусть шумят ветра, метут снега в ночи, Бог здесь, Он здесь, лишь только позови сердцем, ты увидишь, Он рядом есть голос, Бога слышишь с высоты небес, знай, Он видит, все знай, Он слышит, все знай, Он может все. Я уже больше 25 лет верю в Господа, но я не всегда был верующим человеком, не всегда. Было время, когда я не интересовался Господа. Я был даже враждебно настроен, говорил, что это такое, Бог? Но за меня молились. Я приходил на встречу, где были верующие, и я как тот человек, который хотел протестовать и говорить, нет. Я слушал, как они читают Библию, изучают Священное Писание, но внутри своего сердца я говорил, нет, Бога, нет, это не работает. Я никогда не встану на колени перед Богом, я же гордый человек. Но каждый вечер эта группка, в которую я приходил, очень искренне за меня молились. Они молились и говорили, Господи, пусть Володя уснает тебя, пусть он познает, что ты живой есть Господь. Я внутри, когда слышал, как они молились, протестовал, как тот одерживен, говорил, нет, этого не будет. Спустя два месяца они каждую неделю обо мне молились. Я приходил на эти встречи и я, как я говорил, я протестовал внутри. Но спустя два месяца однажды Бог меня коснулся. Живой Бог коснулся, когда меня коснулся и дьявол. Как в этой истории я увидел, что есть две силы. Дьявол, он реальный. Он может прийти в нашу жизнь. Он может постучать в твою дверь, в твое сердце. Он может навести на тебя большой ужас. И спасти тебя может только Иисус. И вот в тот момент, когда дьявол стучал в мое сердце, я вспомнил о Боге. Я впервые в жизни встал на колени. Я, гордый, встал на колени и сказал, Боже, спаси меня, я верю, что ты есть. Если есть зло, если есть одержимость, то значит есть и добро, есть и спасение. Поэтому я сказал, Господи, приди ко мне, спаси меня, сохрани меня. И он пришел. Он сохранил. Он покрыл меня своей покрывалом благодати. Он спас меня. Теперь я другой. Стою и говорю с вами про Бога, и говорю о Боге, потому что меня таким сделал Господь. Я позвал Его. Я встал и сказал, Господи, спаси меня. Возможно, вы внутри сейчас думаете только о том, когда же Он закончит и когда же будут давать нам эти подарки. Возможно. Все. Но если вы сегодня пришли в храм, значит, вы не просто пришли. Помимо всяких других, Духа у вас еще ведет Божий Дух. Он говорит внутри твоего сердца, это же, наверное, правда. Не все заканчивается смертью. Не все заканчивается здесь, на этой земле, так банально и просто могилой. Что-то есть другое. Ведь Христос, наверное, реально воскрес. В этом что-то есть. Я до конца не понимаю, но что-то есть. Поэтому сейчас возможно, я не понимаю, но я хочу, чтобы ты прикоснулся ко мне. спас меня. Я не знаю, как ты это будешь делать, Господи, но сделай это. Прикоснись ко мне. Спаси меня. Если бы вы хотели, чтобы Иисус это сделал, чтобы чудеса Иисуса не были просто в Евангелии, а были в вашей жизни, вы тоже можете встать, как этот человек. Если вы хотите, чтобы Христос прикоснулся и изменил вас, вы можете также подняться и сказать этим самым Богу, Господь, я верю, что Ты есть, что Ты можешь это сделать. Вставайте. Если вы верите, если вы хотите поверить, вставайте, чтобы Он увидел, что вы можете это сделать, что Он может это сделать. Да, да, не смущайтесь, вставайте. Для себя, для себя. как тот человек, я встал, чтобы, возможно, я что-то накричу, но я встал, чтобы сказать, Господи, Ты это можешь сделать. Возможно, у кого-то есть особая нужда. Я сейчас буду о вас молиться, всех, кто встал, но, возможно, у кого-то есть особая нужда, особая боль. Вы можете даже сюда подойти. На церковь мы так делаем, что если какая-то есть особая нужда, за какую-то особую проблему, вам не нужно ее говорить, мне это в вашем сердце. Вы можете сюда, ко мне ближе подойти. Я возложу на вас руки, чтобы благословить вас для этой молитвы. Можете подойти, чтобы я мог за вас особенно помолиться. Возможно, это что-то связано со здоровьем, возможно, это связано с тем, что у вас есть какая-то обида на кого-то, вы не можете простить, возможно, у вас сложности с детьми, и вам плохо и больно, приходите, мы будем молиться, живой Иисус, Он готов вас благословить. когда мы молимся, мы закрываем глаза, когда мы молимся, мы закрываем глаза, чтобы нас ничто не смущало, не отвлекало. Я буду за вас молиться, вы про себя можете также молиться. В конце молитвы я буду говорить слово Аминь, это говорит, переводится да будет так, да будет так, то есть я согласен с этой молитвой. Давайте мы вместе помолимся и вместе потом скажем Аминь. Благословенный наш Господь и Бог. Мы пришли сюда в церковь, как 2000 лет назад пришел этот мужчина в церковь, его распирала боль, его распирала гнев, его распирала недовольство, ему было плохо, но он встал, чтобы ты его увидел, Господи, он встал, и мы здесь стоим перед тобой, чтобы ты услышал, мы такие, какие есть. Освободи нас от зла, от того, что есть в нашем сердце. Ты видишь, с какой бедой мы пришли сюда, Господи, что нас тревожит, и о чем мы переживаем, и мы просим, Господи, что ты особым образом благословил, услышь нашу молитву, принеси нам мир в наше сердце, освободи нас от того бремени, от той боли, которой есть в нашем сердце. Возможно, кто-то болен сейчас, ему плохо, Господи, исцели от этой боли, прикоснись, Господи, и исцели во имя Иисуса Христа. Верим в Твою помощь, Господи, верим в Твою защиту, и верим в Твоё благословение. Пусть Божья милость будет со всеми нами. И пусть сегодня мы выйдем из этого храма, как тот вышел человек, которому прикоснулся Иисус в мире, в покое, в спокойствии, потому что Ты увидел нас, Господи. Ты увидел, что мы встали. Мы просим, Господи, благослови. Я прошу, Господи, чтобы Ты благословил каждого, кто здесь стоит. У каждого есть сложности, проблемы. Я прошу, Господи, чтобы Твоё благословение было над каждым. благослови, Господь, пожалуйста. Даруй здоровье и силы, благослови, Господь, во имя Иисуса Христа я прошу, благослови. И пусть Божья милость будет со всеми вами, Господь, Божьих благословений. Пусть Господь вас благословит. Аминь. Аминь. Присаживайтесь. Сегодня у нас была первая история. История человека, который пришёл в церковь, у которого разрывалась душа, но которым прикоснулся Иисус и исцелил его. Я верю, что сегодня кто-то будет исцелён. Я верю в это. Я верю, что в конце нашей программы вы будете рассказывать так же, как Бог отвечает на ваши молитвы. Я думаю, что наша последняя встреча будет встреча именно вот таких опытов, когда вы, возможно, наберётесь смелости и расскажете, как за этот месяц изменилась ваша жизнь. Пусть вас Господь благословит. Очень приятно, что вы провели это время вместе с нами. Аминь. Наша программа завершилась. Видите, как я уже говорил, за час мы очень быстро всё провели. Как у нас будет проходить регистрация? На выходе сидят наши сестрички, две девушки. Что вам нужно? Вам не нужно паспорт. Вам нужно сказать вашу фамилию, имя, отчество и номер телефона. Всё, что нам нужно. Мы не будем проверять документы, как раньше. Просто вы говорите и вы получите свой номер. Один, два, три. И вы потом с этим номером сможете подходить в следующий раз на регистрацию и просто говорить свой номер. Поэтому, пожалуйста, можете подходить, записывайтесь. Не переживайте, все успеете. Все получат номер, не переживайте. Давайте я помолюсь за вас. Внук у вас, да? Да.